Доброго времени суток! Это канал Котельный Доктор, Бакси Форт Эйдж. Как подготовить котел к зиме, хотел я вам снять, но не торопитесь, ребята, здесь у нас есть серьезные проблемы. И для пользователей Бакси Форт Эйдж обращаю особое внимание, также для пользователей Бакси 4С, ЭКО 4С. Это очень важный момент, смотрим сюда. Вскрыв котел, я сразу обращаю внимание, с правой стороны вот она лужа, видите водичка. Конечно, вы достали вилочку из розетки, обязательно обесточили. И первым делом вы снимаете привод трехходового. Это больное место данной марки, как и ЭКО 4С. Почему-то эти заглушки здесь секут, но правда они и на котлах Шафуто текли. Смотрим сюда. Видите, привод у нас полностью мокрый, сейчас я его проверю, возможно, еще работает. Но лучше его для начала вообще отсоединить и положить сушиться. Если вы увидели, что мокрый привод, не торопитесь его включать, возможно, вы и сами его угробите до конца. То есть, если он у вас намок, для начала вы просто положите его на солнышко, либо разберите, феном погрейте. То есть, в собранном виде тоже не надо его греть, потому что все это будет испаряться и окислять. Значит, больное место котлов БАКСИ ЭКО 4С и БАКСИ ФОРТЭЧ. Это заглушка гидравлической группы трехходового. Именно, да, ребята, мастера, она так правильно и называется в реестре, она называется заглушка гидрогруппы, а не трехходовой. Это чтобы вы не путались в поиске запчастей. Значит, котлу вовремя не проводили обслуживание, это я могу вам сразу сказать. Что-то проводилось, поскольку я вижу, что здесь у нас кто-то кисточкой работал. Но, смотрим сюда, левый экран подачи, у нас тек. Вот таких утечек не допускайте. Вот из-за этого у нас попадает свежий кислород, соли жесткости, и теплоноситель превращается в разъедающую просто жидкость, а не в теплоноситель. Вот у нас тек удлинитель. То есть, здесь котел, опять же, точно так же, та же ошибка, подключен неправильно. Родные удлинители котла, которые лежали у него в комплекте, должны поджимать вот здесь торцевое соединение. Посмотрите на моем канале видео, как вообще уплотняется торцевое подсоединение. Здесь у нас на обоих и подача, и обратки стоят с выборками резьбы. То есть, резьба здесь, резьба сзади, по бокам резьбы нет. Вот почему здесь на удлинителях все равно будет течь. Как мы видим, здесь тоже были небольшие утечки, но килограмм ленты фун, как бы, немножко к этому помог. А так, если вы обращаете, колхоз монтаж вот такой происходит. Сюда нужно ставить только переходник, чтобы он был на поджимной прокладке. Не намотайте вы кучу, как бы, всего, это не поможет. То есть, здесь сейчас устранение обоих утечек обязательно, вот эти места заменить. Замена заглушки гидрогруппы и полное обслуживание, а по самому приводу нужно будет смотреть уже, когда он у нас высохнет. То есть, вы можете, по крайней мере, спасти привод. Сама заглушка гидрогруппы меняется довольно таки просто, но последовательность этой замены тоже нужно знать. Если есть место, открутите правый бок котла, будет удобней. Снимается вот эта часть полностью одной клипсой, можно снять вот этой дальней. У вас снимется полностью заглушка манометра и там небольшой фильтр. И тогда вам будет удобно снимать вот эту клипсу и доставать заглушку. То есть, торопиться не надо. Обратите на это особое внимание пользователи Baxi Eco4S и Fortech. Это важно не только для котла, но и для вашего кошелька и нервной системы.